всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и сегодня мы поговорим о такой казалось бы простой вещи как накачка колес казалось бы что сложного берем насос берем колесо соединяем и качаем однако есть нюансы пощупав колесо пальцами мы можем определить ли что накачано она или нет однако насколько она накачано какое в нем давление пальцами определить невозможно зачем же нам нужно знать какое давление в колесе да все очень просто это нужно для того чтобы в конечном итоге нам было комфортнее и удобнее ехать на велосипеде возьмем простой пример если мы поедем на недокачанном колесе по асфальту понятное дело ехать нам будет тяжело и напротив если в колесе слишком большое давление и мы поехали по мокрому и рыхлому грунту ехать нам будет также тяжело, поскольку колесо будет просто ввязанным. Как правильно подобрать велосипедную резину для тех или иных условий, мы уже рассказывали вот в этом видео. Но сейчас мы сосредоточимся именно на том, какое же давление должно быть в колесе велосипеда в тех или иных условиях. Прежде чем приступить к накачиванию колеса, нужно посмотреть на вашу покрышку, а именно на те циферки, которые на ней указаны. Среди этих цифрок мы можем найти те значения давления, которые можем накачать в эту покрышку от минимального до максимального. Однако на некоторых покрышках производитель указывает только максимальное давление. И в этом случае нужно придерживаться определенных рекомендаций, о которых я вам сейчас расскажу. Если речь идет о накачке покрышки горного велосипеда, на котором можно кататься как по асфальту, так и вне дорог, нам необходимо определиться, где же мы все-таки собираемся кататься. Если вы собираетесь кататься по городу, по асфальту, то рекомендуется поддерживать давление в колесах, близкое к максимально указанному на покрышке. Для горного велосипеда этот показатель будет порядка 3,5-4 атмосфер. И с другой стороны, если мы собираемся ехать кататься куда-то вне дорог, где поверхности бывают разной плотности, разные грунты, где-то песок, где-то грязь, где-то корни, то напротив рекомендуется держать давление близкое к минимальному значению, указанному на покрышке. Для горного велосипеда в зависимости от резины этот показатель будет от полутора до двух атмосфер. Ну и если мы хотим получить что-то универсальное, то понятное дело, что давление мы будем качать по серединке диапазона. Для горного велосипеда это будет порядка 2,5-3 атмосфер. Из недостатков перекачанного колеса можно отметить то, что вам на таком колесе будет очень жестко неудобно ехать, протектор не будет правильно работать, обеспечивает должное сцепление и такое колесо можно легко пробить на каком-нибудь поребрике или яме. Из минусов недокачанного колеса стоит отметить главное то, что на нем будет тяжело ехать, в повороте оно может разбортироваться. Проколоть вы его можете на чем угодно. Самое страшное, что вы его можете также легко пробить об поребрик или любую яму, получив так называемый змеиный укус на камере. Если вы являетесь счастливым обладателем дорожного велосипеда, то показатели давления в его покрышках будут отличаться от горного велосипеда в большую сторону. Как понятно из названия, дорожный велосипед предназначен для катания в большей степени по дорогам и более высокое давление в колесах по сравнению с горным велосипедом призвано обеспечить лучший его накат. Средний показатель давления для покрышек такого велосипеда будет порядка четырех с половиной атмосфер. Но в шоссейном велосипеде давление в колесах будет порядка восьми с половиной десяти атмосфер и вот этим вот вряд ли получится их накачать. И такое большое давление в покрышках нужно для того, чтобы велосипед мог ехать с очень большой скоростью. Поскольку резина шоссейного велосипеда очень узкая, площадь ее соприкосновения с поверхностью очень маленькая, за счет чего достигается меньшее сопротивление при качении и, как результат, большая скорость. Из всего вышесказанного можно сделать основной вывод. Для того, чтобы знать и контролировать давление в колесах вашего велосипеда, крайне полезной вещью будет велосипедный манометр. Ну или хотя бы насос с манометром. Наиболее частый пример, когда нам может пригодиться насос с манометром, это та ситуация, когда мы на горном велосипеде долго двигаемся по асфальту, а потом съезжаем в лес. При этом, двигаясь по асфальту, мы поддерживаем высокое давление в колесах, а съезжая в лес, мы стравливаем давление для более комфортного передвижения вне дорог. В конце также хотелось бы отметить, что не существует универсального показателя давления в колесах вашего велосипеда. Давление – это вариативная единица, которая зависит от многих факторов, таких как, например, вес велосипедиста, условия катания, тип резины и так далее. Однако, используя те общие рекомендации, которые он только что озвучил, и экспериментируя с ними, вы буквально за пару покатушек можете с помощью насоса с манометром добиться наиболее комфортных значений давления, которые подходят именно вам в тех или иных условиях. Однако, если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете их написать в комментариях, обратиться к нам в магазин. Ну и, как обычно, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. С вами был магазин «Горная вершина». Я Андрей. Всем пока!